На канале КХЛТВ новости хоккея. В студии Денис Стойков. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко его главные темы. Стахановские темпы. Донбасс в ударном режиме набирает очки и рвется в лидеры чемпионата. Три недели без побед. Омский авангард продолжает падение. Теперь уже находится на предпоследнем месте в конференции. Мирный исход встречи легенд. Матч, посвященный памяти прославленного хоккеиста Сергея Капустина, победителя не выявил. История противостояний Донбасса и автомобилиста. В рамках КХЛ до этого воскресенья насчитывало всего три матча, в которых неизменно побеждал клуб из Донецка. Подопечные Андрея Назарова сразу дали понять, что нарушать эту приятную для них традицию они не планируют. Первую же предоставленную возможность сыграть в большинстве они с успехом реализовали. Ну а все попытки уральцев отыграться галкипер Дончан Лейтон пресекал на корню. В итоге гости до перерыва сумели удвоить свое преимущество, а окончательный счет в матче установил Тиему Лайне. 3-0 Донбасс вышел на третье место в западной конференции. Мы стали сначала хорошо, там немножко задержка со светом была, то есть немножко, может, немножко расслабились там. Они забили, но коньком забили, хорошо же не засчитали. А так немножко, как это, возбуждились, немножко начали играть немного получше, начали давить, моменты были, так что забили два гола. Хорошо выставили в меньшинстве, так что пока все нормально. В сегодняшней игре просто отдача отвернулась от нас полностью, да. Хочу сказать, что настроек команды был хороший, да. Но не было там. Все выходили на игру готовые, с мыслями, скажем так, и желанием победить сегодня. И отдавались на 100%, но сегодня просто у нас шайба не шла у ворота, да. И я говорю просто, везения нам сегодня не хватило. Всего на три очка, имея при этом игру в запасе, подопечный Андрей Назаров отстает от действующих чемпионов московского «Динамо». Белые-голубые в минувший уикенд проводили матч с одним из принципиальнейших соперников «Спартаком». Перед столичным дерби «Динамовцы» провели церемонию вывода из обращения свитера с третьим номером, под которым выступал трехкратный олимпийский чемпион, прославленный Виталий Давыдов. Что же касается матча, то накануне «Белые-голубые» недосчитали сразу нескольких ведущих игроков. Так, например, место в воротах занял не Александр Еременко, а его тезка Лазушин. Тем не менее, в распоряжении Олега Знарка осталось достаточно игроков, способных сделать результат. Одним из таковых может считаться Юрий Бабенко, который после розыгрыша большинства счет открыл. В начале второго периода «Спартаковец» Виктор Бобров сделал заявку на хитрик Горди Хоу. Для начала он подрался с Филиппом Новаком, а незадолго до перерыва сделал второй шаг, забросил шайбу. Однако довершить комплект голевой передачи ему не удалось. Его шайба осталась единственной у красно-белых. А вот «Динамовцы» сподобились еще на одну результативную атаку, которую начал голкипер Александр Лазушин, а завершил Константин Глазачев. 2-1 действующий чемпион сохранил вторую строчку в регулярном чемпионате. Хроника пикирующего «Авангарда» насчитывает уже серию из восьми матчей подряд. Смена тренера не помогла мячам, и под руководством Милла Шержиги они продолжают терпеть поражение. На этот раз «Авангард» гостил у «Динамовцев» Минска, испытывающих похожие проблемы. Как показал же первый же период встречи, проблема у команд прежде всего в обороне. За стартовые 20 минут в воротах побывало 5 шаг. На перерыв хозяева ушли, ведя в счете. Во втором отрезке матча в воротах о мячей вместо тему «Ласила» появился Денис Костин. Однако и он не сумел сохранить свои владения в неприкосновенности. На гол о мяча Воробьева точным броском ответил минчанин Илья Казнадий, который принес победу своей команде. Сегодня программа «Игровой дня» в континентальной хоккейной лиге включает в себя 7 матчей. Откроется день встречи в Москве между ЦСКА и Салаватом, а совершится в Загребе поединка местного медвежчака с нефтехимиком. Обе эти игры в прямом эфире вы сможете увидеть на канале КХЛ-ТВ-ХД. В высшей хоккейной лиге в 2-7 матчей в воскресенье командам не хватило основного времени до выявления победителя. В Тольятти Дмитрий Фахрудинов на четвертой минуте овертайма принес «Ладе» домашнюю победу во встрече с «Ишсталью». А в Сарове спустя всего 30 секунд от начала дополнительной пятиминутки красный свет за воротами хозяев зажег Александр Поляков. Самой результативной получила встреча лидера чемпионата «Касцинк-Торпеда» с Липецком, в котором усть-каменогоржец Семен Кошелев, оформив дубль, принес своему клубу победу. В молодежной хоккейной лиге в воскресенье на лед вышли практически все участники первенства, 32 коллектива из 40. Лидеры «Мамонта-Югры» гостили в Кургане и смогли упрочить свое положение во главе турнирной таблицы. Главный вклад в победу команды из Ханты-Мансийска внес нападающий Александр Петров, который впервые в сезоне смог забросить больше одной шайбы за матч, причем значительно больше он оформил покер. Кузнецкие «Медведи» дожали кристалл лишь в овертайме, а «Снежные Барсы» потерпели поражение в серии буллитов. 4-3 победа гостей из Тюмени. Легенды отечественного хоккея на льду Дворца спорта «Крылья Советов». В матче памяти прославленного игрока сборной СССР Сергея Капустина приняли участие такие звезды отечественного хоккея, как Владимир Мышкин, Вячеслав Анисин, Сергей Немчинов и многие другие. За матчем следила Владлена Прешель. В Универсальном Дворце спорта «Крылья Советов» зашкаливает легендарность. Команда ветеранов легенды ХК «Крылья Советов» и легенды СССР встретились на хоккейном матче памяти Сергея Капустина. Первый период отметился тремя заброшенными шайбами ворота легенд Советского Союза. Во втором команда сконцентрировалась и восстановила равновесие. Матч традиционно закончился в ничью 5-5. Ветераны хоккея видят в таких встречах только плюсы. Во-первых, это, наверное, для молодежи. Многие даже не знают историю мальчишек. Надо знать свою историю, потому что без истории, как говорится, нет будущего. В первую очередь для ребят это, конечно, тоже какая-то психологическая поддержка, потому что мы собираемся все вместе, вспоминаем бы былые годы. В этом году Сергею Алексеевичу Капустину исполнилось бы 60. Он быстро ворвался в элиту мирового хоккея. Уже в 21 год он стал одним из лучших бомбардиров чемпионата мира. Он не претендовал на особые звания или благо. Он просто любил хоккей. Играть в хоккей непросто, но и семьям игроков в то время было совсем не сладко. Когда мы были молодые, мы старались на каждую игру приходить, когда играют, где бы не играли. Потому что раньше все спортсмены сидели на сборах. Это не так, как сейчас живут дома и все. И поэтому приезжали просто с ними повидаться. Вот посмотришь, как они на льду, потом постоишь около автобуса, помашешь ручкой и разъехались. Вот так вот. Матч памяти Сергея Капустина создан не только для того, чтобы вспомнить заслуги великого хоккеиста. Организаторы преследуют и другие цели. Это не только почтить память людей, которые столько сил, здоровья, времени отдали крыльям, которые прославляли наш клуб не только в стенах родного дворца спорта, но и на международных аренах, на Олимпийских играх за сборную России. Естественно, для нас это еще и повод напомнить о том, что крылья Советов живы, они существуют. И хотелось бы, чтобы существовали немножко в другом варианте. Поднялась и проблема существования хоккейного клуба «Крылья Советов». В поддержку его не так давно проходили акции среди болельщиков. Да и мнение по этому вопросу однозначное. Я сам занимался в Крылья Советов, и я знаю, что этот клуб можно возродить. Ну, конечно, нужно восстановить команду и хотя бы начинать оставаться выше лиги. Я думаю, что вполне средства для этого можно найти, тем более, что имеется прекрасный ледовый дворец. Однозначно восстанавливают, так как была сильнейшая школа, и вы сами видите, все звезды мирового хоккея выходцы именно из Крылья Советов. Это нужно обязательно, потому что Крылья Советов – это один из клубов, которые, будем говорить, стояли в основе нашего хоккея. Безусловно, жаль, что клуб, взрастивший огромное количество мастеров, сейчас не состоит ни в одной из лиг российского хоккея. Проблема есть. А когда найдется ее решение, неизвестно никому. В воскресенье в подмосковных Химках почтили память другого прославленного игрока Владимира Крутова. На Новолужинском кладбище, где похоронен хоккеист, открыли памятник, посвященный нападающему ЦСКА и сборной СССР. На церемонии присутствовали родные и друзья Крутова. Напомню, что легендарная пятерка ЦСКА и сборная Советского Союза, в которой помимо Крутова играли Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, считается одной из лучших в истории мирового хоккея. Владимир Крутов ушел из жизни летом прошлого года на 53-м году жизни. Сегодня на канале КХЛ-ТВ HD состоится премьера очередной части проекта «Территория КХЛ-Лица». На этот раз Анна Иванова встретилась с игроком Хабаровского Амура Яковом Петружаликом о том, как чешский нападающий превратился в звезду КХЛ. Стал обладателем Кубка Гагарина и о том, что готов давать концерты не только на ледовых площадках. Ну, если предложи я вопрос здесь, ну, здесь в Хабаровске можно тоже сыграть. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь до завтра. Будьте здоровы!